МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как известно, первые истребители Мираж 2005, анонсированные президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале июня 2024 года, уже в Украине. Это явно связано с получением французскими воздушными силами новых «Рафаль», что позволит вывести из эксплуатации «Мираж 2005», специально модернизированных для боев в Украине. Так какие же есть «Миражи 2000»? «Мираж 2000С» — экспортная версия «Миража 2000D», производимая с 1994 года. «Мираж 2005» — модернизированная экспортная версия «Мираж 2005F» — модернизированная версия для французских ВВС, может нести управляемые ракеты Микаэ-М с активной радиолокационной головкой самонаведения, реализующей принцип «выстрелил и забыл». Главной задачей модернизации «Миражей 2005» являлась интеграция именно дополнительной номенклатуры боеприпасов к этому самолету, тех же «Джидам ЕР» и «Эсдебы». «Мираж 2005F» имеет 9 точек подвески, из них 5 под фузеляжем и еще 4 под крылом. На них в общей сложности может размещаться до 6300 кг вооружения. Также следует помнить о том, что точки подвески самолета не всегда универсальны. В «Мираже 2005F» универсальны 4 точки под фузеляжем 3, 4, 6, 7 и 2 внутренние под крылом 2 и 8, на которых также возможно подвесить топливный бак. Внешние 2, 1 и 9 могут нести только ракеты «воздух-воздух», а центральная 5 предназначена для подвески вооружения «воздух-земля» или топливного бака. Обычной конфигурацией для операции воздушного патрулирования можно считать 2 подвесных бака на 2000 литров и сразу 6 ракет «воздух-воздух». Для уничтожения воздушных целей «Мираж 2005F» может использовать ракеты «Мика» с дальностью до 80 км, которые могут быть с радиолокационной или инфракрасной головкой самонаведения. Ракеты «Супер-530Д» с дальностью до 40 км, с полуактивным радиолокационным наведением. Р-550 «Маджик-2» с дальностью до 20 км, с инфракрасной головкой самонаведения. И если «Мика» запускается со всех точек подвески, кроме центральной, то у «Супер-530Д» и «Р-550 Маджик-2» есть ограничения. Для них предусмотрены точки под крыльями 8 и 2, 1 и 9 соответственно. Именно «Мика», которая появилась в 90-х годах, объективно является довольно распространенной ракетой. Именно она пришла на смену в «Супер-530Д». В ключе воздушного боя важно напомнить, что в базовой версии «Миража-2005Ф» используется РЛС «Ар-Диуай» – радар «Доплер-мультитарджет» от «Томссон-ССФ» «Даймес». В первой версии он имел дальность обнаружения воздушных целей до 110 км, позволял сопровождать 8 целей одновременно и обстреливать 4 из них. Но впоследствии эта РЛС получила обновление «Ар-Диуай-2», в которые расширились возможности, а также добавился режим «САР» – обнаружение наземных целей. Что касается вооружения для поражения наземных целей, то в классическом «Мираже-2005Ф» были интегрированы только свободно падающие бомбы. Учитывая заявления о модернизации, также возможна интеграция дальнобойных бомб французского производства и ESM «Хамма», которые можно подвесить под все универсальные и на центральную точку подвески, на которой, кстати, можно использовать удвоенный пилон, помня об общих ограничениях веса в 6,3 тонн. Что касается самих «Штормшедовскальп ЕГЭ», то на модернизированных «Миражах-2005» для них используется центральный пилон. А учитывая доказанную украинскими пилотами актуальность пушечного вооружения для уничтожения крылатых ракет, не стоит забывать, что у «Миража-2005Ф» имеется две 30-мм пушки «Дефа-554» с боезапасом в 125 выстрелов на каждую. Благодарим за просмотр, лайк и подписку. А чтобы вы не пропускали новые видео, нажмите на колокольчик. Субтитры подогнал «Симон»!